всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно и добро пожаловать на обзор второго раунда summer cup 2019 года карта у нас пидем 02 дейт очень старенькая карта 2004 года на который enter занял фактически а ты играл кстати в то время честно не помню но это очень старым нет эта карта я она вообще очень старая ну он в общем-то эндер у нас прислал на второе место дымку но пока что все равно занимает первое потому что обчарки на первого раунда не было по сути ну и давайте посмотрим ее сначала сразу что мы видим нам дают плазму 100 штук и батл сьют 30 батл сьют это вообще помню под фол туда выставляется 30 даже неизмененного значения у него я не помню по моему 20 об этом все может быть переседает потом по патронам некоторым 20 в общем видно нам что а то туда надо видно что детализованный детализированный такой пытался дизайн лампочки лампочки все так ступень что прикольно такие вот штучки это тоже да ну кстати с но и какого классного разрешения а тебе ты не видишь да не в смысле у меня нормально нехорошие не натяжки книг нет я ставлю море на в общем то есть у нас такие вот выступают и есть естественно такая карта старая тайм-ресет и триггер скорее всего выделен вот такой вот текстурой так что видно где старт да на на таких старых картах может быть не пытаю ресеты потому что тогда еще не умели делать вайту триггеров подписывать и клип но на стороне сделать и все такое поэтому хотя если порыться в портстаровских картер старых потерь почти тех же лет там уже по моему было но это видимо в какой-то момент просто копой раз и резко за выстали делать в общем то мы можем заплазмить просто по стене туда что будет конечно быстрее можем вот так вот тихонечко допрыгать и вот так вот подняться здесь у нас также ступенька есть если вдруг вы не смогли доплазмить и модель которая но он солид здесь нам дают ракету 7 штук есть путь вниз есть путь вверх видно что тут рампа следовательно ps кончается это не дырма указывает дефолтный в общем то очевидно что нужно кидать ракету вниз и потом подниматься наверх потому что здесь у нас козырек что-то не было там не выглядит непонятно куда вообще идти 3 расчета не просто криво рано да но буду в мап сделать карта несложная всего лишь 2x я не могу сделать и чё так рано кидаешь ракета не выспался чё такое на полку и все вылетаем значит с рампы здесь у нас еще одна рампа с которой можно сделать ржа можно и просто пешком идти вот так вот прыгнуть и забрать на надо все пьем на выку 3 так у вас не получится ну что рампинга такого нет в общем-то это вас отобрали все да у нас все отобрали дали нам 125 хп а вот здесь кстати по этой светлой линии и это у нас телепорт который можно с двух сторон зайти и кидает нас другую комнату где дают гранату еще 30 секунд батл сьюта и видно нам что надо перелететь просто эту яму перелетаем яму гранат больше нету дают плазму батл сьют и два путя как говорится можно либо в ту либо в другую сторону давайте возьмем посмотрим при плазмливаем мы с обоих сторон в одно место это ракета дают нам 10 штук батл сьют и хейст подал все это у нас теперь очень много вот есть они очень но он скорее всего появится и видим мы что нужно тут может быть по этим штукам нас стрелять прикольно когда вода с клипом получается но это все равно не очень удобно и в принципе есть вот такие вот выступы можно по ним попробовать здесь прямо очень неудобно не знаю как и шмак так думаю можно подняться сюда можно подняться сюда и отсюда уже сюда здесь у нас это вот светящаяся штука это и есть финиш ставлю алибу и в общем то все это вода мы фиш по идее такая вот как она достаточно простая несмотря на то что я ее две минуты ковырял ну давай ты теперь ты показываем что тут на самом деле происходит но если честно я мало понимаю что ну давай просто потихоньку проходить раз у нас есть так начнем давай ссылку 3 давай завод и дерьмов пожалуйста давай я проще будет написать так мы сейчас играем в уку 3 то есть мы я не умею поворачивать в воздухе и судя по этой карте нужно нам туда прыгать уже показывал просто прыгаем плазмим и залетаем сюда как бы для новичков это все я не знаю сколько это было сложно сейчас будем снизу смотреть динки потом по идее либо мы можно ли вы как-то вот так вот заплазмить прыжок потом тупо стреляем пока нет дизайн наверх либо наискосок вот как-нибудь вот так быстро тоже нажал чем надо для того чтобы быстро это проходить я например делал прямо из угла начинал плазмить и еще угол высчитывал то есть если мы начнем например с 50 градусов пути отображается углы на 51 градус если начинает плазмить я втыкаюсь в эту стеночку значит надо чуть-чуть пониже плазмить чтобы больше было бы высоты то есть вот ставим 53 плазмим и отлично залетаем сюда по 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 низу гулять да то есть таким образом получается но у меня получалось самый быстрый заряд сюда дальше мы здесь в уку 3 к сожалению поворачивать воздухе я не умею поэтому я я сначала пробовал от стенки отпрыгивать кнопкой назад но здесь очень много приходилось пешочком топать и неудобно то есть в результате проще получилось по стене немножко проехаться по вот этой по загрубленный потом уже два шага сделать ну отроки то дальше ну будем же показывал то что дефолтная дорожка это мы через не сможем проходить с ракетами нам дают сколько там раз два три шесть ракет получается на 7 вроде а до 2 внизу 4567 но если постараться то по идее можно просто взять и сразу наверх запрыгнуть то есть мы сделаем делаем здесь рж ракет и залететь завидаем сознание здесь расстояние маленькая никакой потолка никакого нет поэтому залетать сюда вроде просто ну единственно этот козырек который торчит да вот самое большое что мешается это козырек вот этот который здесь находится то есть он нам мешает просто сделать сроки в пол и развернуться приходится извращаться как-то либо скиньте этот уголок в общем как-то сбоку облетать этот козырек так щас опять помешал дай себе тужественную силу вот мы залетели наверх здесь по идее вы кутрие только одна дорожка то есть мы руки там стреляем в эту стенку прыгаем сюда и здесь делаем же чтобы залететь телепорт в принципе я других дорожек не вижу она через низ на она медленно заходят телепорт и у нас здесь граната нам туда нужно бежать здесь к сожалению ничего не делать то есть можно кидать я либо здесь под себя либо можно в прыжки и как-то выстрелить далее либо ее можно куда-то вперед в бок не знаю куда в разные стороны кидать я пробовал несколькими способами то есть я делал я и пробовал даже как-то после подбора ракеты куда-то сюда стрелять типа чтобы пол прыжка сэкономить но получилось медленнее медленнее неудобно и и ловить это это гранат отсюда то есть их сложно здесь ловить и это очень мало дает так выкутрики даем ракета под себя ждем немножко делаем прыжок и летим сюда на плазму я не знаю но я сначала медленно пройдут потом покажу еще вот эту фишку здесь дальше мы либо налево либо направо я проходил через эту сторону здесь мы можем проплазмить вот надо плазмами дальше мы подбираем ракету скорость и здесь есть чтобы быстрее добираться мы просто делаем же 3 ракеты от стенок и финиш как бы вроде все просто зачем бежать на вперед пытаться от этих браши отстреливаться стенок если можно просто через вот эту дырочку вылететь и на финиш попасть так что я хотел показать с вот этим местом сейчас так здесь есть очень крутая фишка в физике в кутре теперь мы наращение является дело в том что нам дают сколько нам дают одну ракету и через секунду дает но через секунды полторы дают вторую и это 2 ракетам граната можно использовать то есть можно кинуть граната в пол гранату наперед и словить его 10 она взрывается прямо около около стенки там где нас надо и она может на море кинуть вперед очень крутая фишка и заняту гранат и в общем хорошая я с этим проходил да да почти в общем как то так главное что нужно сделать во первых нужно правильно выстрелить в полете где-то где-то вот здесь это выстрелить в левую сторону этого чтобы от этой стены ну как сказать гранат отлетела нет это не потому что от это она улетает другую сторону и не взрывается плюс возможно есть какие-то нюансы там правее левее выше ниже куда ты там выстрелишь так взорвется в разных в разных местах и по мне это по большей части рандом потому что я просто старался куда-то по вверху в этой области выстрелить чтобы просто этом словить мог бы и скрип себе написать чушь ты да да нафиг скрипты ты чё я я не умею так но берем а после того как мы долетели сюда на сказать на плазме в в который к сожалению у нас нету бустов но у нас есть мы можем ползать по плазме то чтобы не делать лишний прыжок плюс при прыжке я могу перепрыгнуть нафиг это все и ракеты и все остальное по приземлению можно просто взять и проехать немножко на плазме пока у нас там несколько плазменных сюда выстрелить и проехаться до этого уголка в принципе это типа boost получается и экономит немного времени и 4 на финиш выку 3 здесь в принципе ничего больше рассказывать залет граната а вот словил до поздно на 3 4 да таки давай сипен промо 1 физика себе м физики сипен у нас есть такая штука как boost как мы все знаем и он нам позволяет быстрее набирать скорость на земле если есть плазма мы можно сделать прыжок встануть и заполнить наверх если мы хорошо постараемся то есть можно сделать и не один буст можно сделать буст здесь вот здесь и будет больше скорости как бы я делал с двух бустов по мне получилось чуть чуть быстрее не знаю насколько конкретно но вроде как быстрее получается ща я попробую все-таки прописла слоите два роста да что такое я делаю через одну кнопку налево не знаю мне так удобнее вот дальше у нас есть но вниз это медленно дорожка мы рассматривать наверное не будем есть два пути наверх первые это мы делаем 1 счет не делай 1 2 почему почему не выстрел 4 сломались подожди почему что-то не то как еще раз 1 boost 2 boost плазма рокет который не получается в общем у нас есть два пути наверх либо мы делаем три ракеты и залетаем наверх либо можно постараться и с одного ракеты залезть вот на этот уголок по идее я не знаю чем быстрее наверное с уголка будет бы зависит от того куда летишь и честно не знаю я и так пробовал и так пробовал когда как получалось зависимости от того как я вылетал уголка то есть иногда получалось прям быстро с плазмом на него упасть за скимить и я не успевал завернуть налево поэтому я делал с трех ракет залет либо если успевал завернуть то делала с этим уголком потому что после него вроде несколько так это стрелиться очень быстро залетается в телепорт вот ну и дальше дальше я уже рассказывал по дорожке либо через низ либо через можно кинуть вперед чтобы она поближе здесь уголку сюда чтобы поближе к краешку взорвалась можно попробовать вот как я уже говорил туда ее стрелять и это так либо либо еще я пробовал вариант такой вот с пустом да но к сожалению здесь не перепрыгивать никак лучше мне не хватает у меня не хватает расстояние что я не знаю если это можно то это круто я просто думал в этом тоже не смотри здесь нельзя не словишь и нужно стрелять нет лишь она врезается сверху в небо на расставлять у касари если выйдите что обжи ты тут ловишь на здесь то почти тоже честно может и можно на самом деле но если посидеть да но я не уверен что это реально будет быстрее по идее быстрее ты же раньше ты с косарем вылетаешь но с другой стороны почти но после подбора тебе же еще надо круто тебе же во первых нужно прямо на подборе стрелять вверх вырезается короче я не смотрел динку надо посмотреть как овчарка походил до кону он нет спойлер на но здесь просто такой момент что если ты делаешь boost то потом тебе надо все равно резать скорость из тысячи летишь тебе надо резать скорость сделать все равно лишний прыжок и потом делать гб не факт что может быть это примерно одинаково по таймам да такая дрожка не такая но не факт что быстрее реально потому что ты делаешь целый лишний прыжок так что так плюс 4 вот здесь у нас два пути после того как мы вылетели то есть зависимости от того как высоко вам подлетели как низко как с какой скоростью у нас мы делаем либо лишний прыжок и плазмен либо мы делаем после приземления опять прыжок boost и плазмен либо мы если очень хорошо получилось можем прям приземлиться на плазму и сразу с нее пытаться обустануть налево но это очень рандомно сложно и у меня по моему от силы пара раз получилось я зафейдл ну кстати есть еще вариант есть еще вариант так как граната появляется почти сразу мы кидаем здесь одну потом можем кинуть туда вторую и словить с пустом ее ты веришь а я хочу на раньше сейчас уже не вспомню но можно короче подловить и рано очень выставила она появляется тоже короче типа того я не сделаю у меня в онлайне почти получалось но я кентру дальше мы как обычно плазмен плазмен здесь опять же идеале здесь либо можем проехаться на на пузе на плазме либо можем просто приземлиться на здесь это самый краешек и после прыжка оказаться уже где-то здесь и дальше три-четыре ракетой мы сделать boost с плазмоклимбо последнюю плазминку кидать в стену в эту и сделать boost небольшой с плазмоклимбо прямо здесь не 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 прямо со стены можно и в полную можно и со стены сделать сейчас ты про что нифига не понял ну ты вот плазмишь по стене куда возвышку возьмешь и последний плазминкой ты калькулируешь делать да не потому я в полку и здесь тебя проехаться немножко ну и при том еще набирать скорость ну типа ну я и говорил как у ку-3 типа бустану здесь и налететь до плавно до сюда так здесь же у нас ну по поводу того какие стенки стрелять это в принципе как получается либо можно там в эту стенку 4 выстрела сделать а там последнюю стенку либо в кудре проще было сколько там делал да благодаря делал отстрел сначала в боковой стенка по моему да потому что до дальней стенки далеко лететь и часто не успевал поэтому я просто стрелял сначала первую стенку во второй потом первые и наискосок а вылетал туда на финиш 1 2 3 4 как бы вроде просто никаких ничего такого сложного попробую сейчас пройти сомневаюсь что получится быстро но особенно с этими двумя там очень сильно бесил криво что даже здесь не смогу ставить какая-то тут атмосфера на этой карте нибудь не густовая у меня тоже тут густые редко получается был еще вариант кстати у меня я размышлял здесь же в цепи где-то на 1000 летишь да ты хотела ракетов пресса ли да я хотел вот сюда кинуть ракет либо в пол куда-то да ну в общем вот в эту область и отсюда потом вылетать туда но я столкнулся с такой проблемой что к сожалению в 99 скорее всего процентах случаев если ты не бот какой-то если ты не виз то ты будешь просто скимить при приземлении вот эту платформу потому что ты в любом случае ну типа будешь под углом подняться хотите будешь всегда с кимити как если в нее воткнуться перед приземлением то есть получите и при невине хватит кулдауна тут ты летишь там ну 1050 в лучшем нет чтобы чтобы за скимить нужно же сначала перед ней приземлиться но если ты ударишься вначале в нее и приземлишься и потом будешь делать тебе скорее всего не хватит тебе надо четко и кинул тебе надо четко приземляться сразу делаю если ты будешь слишком быстро но я примерно так и потестил и если ты будешь вначале ударяться типа приземляться потом дело тоже нужно прям за как сказать самый низ нравится но это очень жестко и это скорее всего будет в разы быстрее и плюс ты нон-стопом грубо говоря это все делаешь и это скорее всего 12 секунд вообще надо делать наши разве успеешь и кулдаун отроки то отойти потому что он близко находится мне кажется там ну тут как армирует был сленой их сможет быть то есть ты кинул делал же вторым оттолкнулся отсюда в общем это это все так варианты для работы для бота наверно так что переходим просматриваем что у нас тут как называется summer cup 02 да и начнем с дома кого 3 и 28 0 а вы хантер украина луганск уланские ребята опасно ваш он тебе это он тебе угрожал машинга на помнишь нет я помню он заряд наверх гранатов вперед перепрыгнул нормально наши плазме даже с угловой стенки и через это выходил ой как он заполнил а ну вот и здесь еще вал весь тайм у него к сожалению запор от именно на финише а так старт и все остальное достаточно очень хорошо выполнен шарлон танк франция 24 7 на 3 и 3 побыстрее письма на очки я думаю то скорее всего на финише опять же среднем самый угол стрелял немножко головой удалялся все-таки наверное дефолтная дорожка проходил плана в принципе нормально получилось 1 2 3 зафейли ларокет еще еле еле залез наверх получилось 7 и 9 с кубе дни по украине дима к 70 одна штука ребят поэтому мы будем быстро и щелкать я не еле даясь долез в сырну хорошо так с прыжка ганата хорошо словил кстати обнял долго но долго зато поравнял зато не торопился чтобы делать что-то быстро нужно жить делать это медленно получилось неплохо да получилось очень классно перебил шарлон танков шарлон это вообще-то это француз а какой-то вот сила просто человек пришел и обогнал он обвести просто лишь как бы но об 232 вы на 300 быстрее на 1 ник отходит к к одному из правил ссылка ухты на козырек запрыгал но интересный способ сприджампом какого-то же пока не было ну словил не очень хорошо но да то что сприджампом за таймил это конечно хорошо он финиш нормально зато плохо альмера 21 и 6 ну что так можно быстрее ну можно но тольмера видишь как она сприджампа плазма первое начало нормально залет нормально все в принципе быстро пройдено где где он потратил сколько времени пешком с гранаты немножко входило и финиш не тут да так бы было где-то наверно саб 20 верно где-то 19 чем лунтик 21 1 альмера пригнал на 500 на полсекунды и любил выровнял угол кстати он заскинул все-таки нормально залет наверх очень хороший залет наверх с ну а ты тоже немножко походил не так получилось за еле-еле ск план вы надо было чтоб ты сказал зачем эскейп ламу так на 300 быстрее полы не стандартно у него залет спиной ой и это гранаты наперед кидал их еле над ними взлетел на гранату не стою сожалению и залетел прямо на финиш прямо за стопом зайдем так в ему 25 в ку-3 на 300 быстрее вы публицина так хорошая плазма тут немножко пока гелина ударился носом до срам позади там и гранаты еще там немножко был файл его гранату выстрел на проплазмин хорошо и финиш тоже очень хороший но он еще цепи послал насколько я знаю скорее всего у него основные силы ушли на цепи ну нет ты говори play балка но и дрожжих и наша хера 22 полы внутри стыд потому что я тыкаю play после того как ты скажешь ну ты говори кто а я вылюбить ударился в уголок потерял там пол сети или больше на зацепил к сожалению так печально но получилась хорошая граната в целом прошу угол сплазмы очень много скорости меня кстати было 17 и 9 без граната наперед то есть я долго я никогда словить не мог потом вроде получилось это не так себя так следующий 3 гух раша на 300 еще побыстрее 19 9 9 2 еле еле вышел из а вышел он дарят пешком на выходил 10 много потерял после земли не здесь на ракете тоже много потерял вот и зажатый прыжок на финиш хороший финиш очень даже ничего миллениум раша немножко буквально вот на 60 перебил своего оппонента хорошие ракеты ничего не зацепил она то нормально в принципе высоковат каш подлетел на нормально и угол сплазмы тоже хороший конце чуть-чуть потерял время неправильно стреляла к ракетами и взлетел так 19 там вызывая линз узбекистан но 130 быстрее ровно 98 из плотный тайм идут все рядом узбекистане тоже есть фанаты дефрага вы здесь зацепился у него много потратил на задача 1 телепорт он финиш нормально это на финиш хорош еще тут такой момент с плазмы когда мог можно возьмите быстро и как бы вылетать с этой плазмы высоко стараться тогда пешком будете ходить максимально мало приземлялись допустим сразу на ракету такой вариант тоже кстати есть мы почему-то про него не сказали по моему его можно чуть зайти что ты но мне в общем можно нужно выку 3 особенно сокращать максимальное количество простых шагов в этом по идее весь тайм на поведение больше ходил тот больше так поставил истина кто больше ходил просто больше дед год где-то 17 до буквально немножко на два фрейма перебил узбекистанского товарища нашу привет узбекистанского товарища прыгнул наверх руки ты хорошие гранату можно были быстрее дед пешком много ходил но так в принципе неплохо пройдено никаких основных ошибок не было жаль без логи где-то чуть-чуть кутри лекс хорошо очень-очень плотный тайм и карта такая достаточно при матрочная неплохой но вот пешком он в конце очень много ходил на на этом очень много потерял времени а в целом тайм очень даже хороший если вычесть вот эти вот ходьбу очень даже хорошая получается да вокруг 3 реально надо было вам просто проехаться на план плазма есть руках почему бы на ней не но не сократить время почему бы не проехать хочу как в цепи вижу плазму делал буст это кто разбил сейчас для разу лекс декус декус раша 15 4 побыстрее на 300 я подумал сначала что он долго стоять будет на статус сначала в принципе быстро и механик эстония механик через и он как-то из русского брала застава или нет может это механик типа не увижу x выделены типа них не ходил просто такой вот тоже вот очень долго пешком еще траекторию себе грубо говоря удлинил он типа буквой г к этому углу шел он взял ракету со всеми при бомбасами подошел к краю платформу и потом пошел направо на 90 градусов взял поворот это тоже просто на таких картах которые такие маленькие это они фреймут рочные и там реально каждый вот этот шажочек он на счету если чуть-чуть где-то притормозил все у тебя там минус 100 и к примеру пашка spb у нас оточку перебил в общем большего по большей части разница в том кто больше ходил никто меньше ходил поменьше ходил то победила вот здесь еще врезался к сожалению пашка в уголок телепорта записываем бьет кто меньше ходил тот победил цитата enter москаль давай в комфиг на хороший там получился и 19 один другой пашка ксили джен москаля предлагаешься да нет почему можно будет с ним не на ты ты сейчас что-то там сказал ему ну да он смотрит обзор опять пишешь там на ровно вытопал после финиш финиш хороший а космо байкер дни по украине угол сначала был неплохой но потом его поднял или поднялся сколько народу тут онлайн играет и фраг живой что ли ой финиш тоже на уши на неплохо неплохо все быстрее и быстрее казалось бы вот эти вот демки даже взять вот эти все 19 секунд они все вот эти демки почти ничем не отличаются типа и реально кто меньше ходил тут победил 98 длил был я до сих пор не знаю кто это не знаю на сторону посмотреть угол кстати классно я стрелы неплохие почему так сильно тогда где он тратил столько времени на финише и здесь плавно офигенная мне кажется это шмыга о за финише потратил сколько там наверное не получилось у него ракета зуми зуми да но 300 бы стране напомнила это зеву зеву зума делюкс знаешь такая игрушка а шанс и раша ну в общем у зума наверное просто опять пешочком он походил после страны с левой никто с другой стороны не ходил с левой на старте начинал это как право могут не только лишь все ухты ну без прыжка уж но на шансе ты если вы что когда мы тебя как вес по забаним был мне кажется просто не успел нажать прыжок на рандомила на то что это очень круто шанс ты молодец что типа такой рандом если это вдруг рандом ты молодец что его донес это очень так керекс лт-толете на носочку побыстрее дополнительный кружок делает сплит джангл все рассчитано все четко нормально все прошел вот здесь поехать надо было хотя можно отключить автосвич но тогда с граната будут проблемы тяжело на нее переключаться будет хотя там же да нет ну ты потеряешь внутри там фрейма 4 нет даже если ты сотку в конце если ты без автосвич я подбираешь гранату а потом нажимаешь переключение на нее сколько-то времени потратишь после переключения и после подбора до того как момента которые стали сможешь можно власти можно выйти с перчаткой зажать выстрел и когда плечо подберешь джана то перчатка будет перить да можно короче присылка можно нормально взять типа ты же слышишь звук ты подобрал нажимаешь сразу на 4 или у кого там нажимаешь стрелочку вверх у нашу гранату так пусть 177 но но 17 вышел не так и просто 317 играл сервер time 6 минут не очень ты много без гранаты наперёд ну старт очень быстрый и здесь очень мало ходил пешком по идее я кинем на самом деле эффективные да очень все круто прошу так сервус раша 17 6 чуни сервис почему ты не снесал сервис но это и у английская где я и тебе возьму ты же когда говорил сервис я уже его сервисом называются да его мы же смирил сетевая и словил и отлично и угол неплохой очень круто служил блин фига сию местные рогера ракеты там немножко зафейлил в конце и не то что ракета в конце он еще чё че 4 не включены у него были зачем он 4 че цар нота на и был там висер и но наверно бинт как сделать пф4 но восстановить позиции лишний такой нажал и там консульевая 4 ну в общем очень круто очень круто гранату словил прям еще красавчик давайте старайтесь лучше продолжать так стронг стринг наверно это стронг это слова стронг а блин я я думал это это что-то из раздела программирования типа с теста да у теста string отлично все слова словил и здесь проехался на глазами круто и тут все хорошо я прошу отметить что это как и сервис какие возможно те кого мы еще выше встретим может быть но не помню они игроки квейк чемпионс они просто типа но им интересно они поигрывают фраг стронг из вообще как оказалось 2010 года поигрывает тихонько и играет он кстати без углов и без худов но ничего страшного это лечится в общем очень круто спасибо ребят большое что прислать и демки просто отдельные вам привет привет отдельный респектуре майкл арди очень классный чувак тоже кто и не знает он очень много делает для dfc постоянно и на фрейм перебил стронг из и точнее стронг из не добил скорее всего в принципе неплохая плазма нормально ракеты не зацепил уголок без дополнительной гранаты нифига 17 4 сделал круто без гринки ракеты очень быстро получились и и лишний прыжок ему тоже помог да так про кипа повча я сам честному но это мы уже знаем плей внутри стопом стри 17 стоял садах но как думаешь это обчаркин или против мы когда вы лидировали мы сразу он же цепь еще прислал мы сравнивали движение цепь мбку 3 нам показалось тем более у них отличаются player name и по моему в этих демок два дня разница обе они онлайн и вы ешь очень клал уже прошел общем у нас подозрение что они до сих пор мальца были до типа мы же говорили что вы нас типа не не обманете тип этот это сложные никакие ок и так случилось что может быть но если это так есть я не знаю носку еще по сигнал дам пусть он тоже сам лично посмотрим как будто бы они разные плюс эти разные надо вроде разное имя разное поэтому не знаю так следующий моя дамка 17 1 я не так много играл немножко не добился ну немножко градуса нормально заплазмил наверх полетел неплохо но очень быстрый старт кстати очень хорошая граната но у сервиса полегче получше было просто прокатился очень крутые финиш дачок в смысле где слышь все нормально сделал где еще знаю я понятия не играет что-то очень долго переключалось а каждый раз я подбираю она переключается долго долго не знаю почему потому что было без авто свитчей 16 8 перебил 300 полы и но пушках тебя перебил ты понимаешь не стыдно тебе у тебя кикнем с при джампом делал ракеты тоже очень быстро все эффективно нифига как нифига себе как он круто кинул блин нифига и дорожка другая финиш его рюкали горошка вот за это я бы ему поставил за оригинальность на самом деле потому что он сделал во-первых нестандартную гранату и сделал нестандартный и не менее эффективный финиш и да я бы ему пока что если мы такого еще в цепи мне а хотя мы я могу на каждую физику поставить так что я думаю чтобы q3 кеп заслужил за оригинальность очень круто давай за 16 посмотрим твой 488 это иван у нас из пскова она ракета тоже очень эффективно делал панату спешка по внутренней стенке вот и в этом весь а им я считаю у него и граната очень хорошо словно потому что шла внутренние стенки намного быстрее он как раз он он как раз приземлялся прямо на ракету и до угла скользил все сбрасывал типа судьбу ну мы еще в таймске ли потом посмотрим так и в утре сразу покажем и да давай сразу дэнка очень древние 2009 года от гренадора за 16 3 как он ну это так как сказать бонус до бонусная дэнка давай гренадор кто не знает это шайна он же стрэнджеланд он же дэнка с обам поэтому на данном церкви тишь не такая дэнка не будет принято потому что она очень много плюс дает тоже слишком очень быстро кстати с гранатой вылетел поскользил тоже очень быстро финиш и под новый год это походу было да итак следующее переходим к себе так на каком-то там на каком на большом месте у нас на 30 не подожди на жаркости на сороковом месте так play по цену 0 гостей и оу привет вы легла пусы и без густов через вниз очень хорошо ставил 2x тоже почему-то пол сейки не сразу начал граната стрелять вниз тут еще лишние прыжки и через центр проходил надо относительно топовых дамок у кудре это разница но у праша интересно это но об или ну судя по дэмкам это ну судя по серверу это тоже пешком ходил здесь ходил в общем в общем может быть то они знают просто в цепи такие вещи лежащие на полу они подбираются с крышка и смена оружия происходит практически мгновенно за несколько фреймов и поэтому как только вы подбираете гранату вы можете ее сразу стрелять относительно выкупить к примеру 120-720 полы на 600 побыстрее очень очень много дэмок и после вот это старый аж голова закружилась тоже не сразу граду стрелял на это очень очень важным хотя дальше принципе спешка попрыгал нормально зачем остановился три прыжка лишних делал не на финише лишний рокет к сожалению кошаков 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 перебил кого и нас теплый ребенок 500 кошаков индивидуальная личность которая ловит плюс то 150 в обычной поверхности без обувь зажатым пашков я не знаю вот сразу кстати выстрел он вот хороший мальчик я расскажу пройдет но я стоял себе пешком ходил я лиджи по финиш конечно зафейлил и финиш сам по себе не очень хорошо получился сейчас я в таймскеле покажу эту тему как он на гранату кинул всем на заметку а еще лучше сейчас мы куплю зайдем я еще раз посмотрим всем прямо вот он стрелял он стрелял в начале машин ганом сразу зажал машин ган и как только он подобрал гранату она у него появилась и выстрелилась потому что стоял автосвич но автоматическая смена оружия на подобраны еще эффективнее делать это с перчаткой потому что перчатки нету кулдауна выстрела машин ган он он есть хоть он и маленький очень там даун так так стреляет но все равно это кулдаун выстрела есть а у перчатки нету она постоянно нон-стоп он пилит если вы хотите максимально быстро и куда гранату выстрелить что-то сделать зажимайте перчатку прямо зажимайте выстрел как только подберете у вас сразу же произойдет выстрел в общем-то в этом моменте кошаков вообще просто красавчик и всем на заметку я вам советую три лекс плюс 100 сделал от кашакова парлей 15-2 в темске ли я мой был я перезместил но это же сепим почему-то не можешь завернуть по помощи на горе не потратил тем что ходил кишечком так что в цепи мы тоже тема работает кто меньше ходил под подвиги да очень много пешком хотя финиш относительно неплохой рассмотрел делением рожа и 100 ну плюс 70 тоже очень плотные таймы сразу стрелял гранату пешком почти не ходил на стенку не поцел ходил пешком на плазму за заходил воткнулся в нее не очень хорошо в стенку и на финише будет как будто бы приготовился крок и джампу тоже на этом времени немножко потерял но в целом неплохо целую ночь на ручку корр хардкора раша еще плюс чуть-чуть у нас несколько как говорят велики я думал не запрыгнет тоже ходил с гранатой пешком я думал был сделает а он просто вот на этом тоже очень много потерял лишний ракет конца использовал еще каждый выстрел сопровождался прыжком зачем-то опять но это не читы но лучше так не надо чтобы не напрягать валидаторов лишних раз да и неэффективно 18 5 скубе на 600 перевел убил вообще растет нас прошлого с гулч рана хотя бы лучше равно относительно этой карты достаточно сложный скубе очень даже ничего подрос очень даже можно было сразу воскресенье и на плазме можно было сразу завернуть ты на него кричишь вообще и ракету лишь не использовал что мне говорить молодец молодец хорошо что прошел давай быстрее надо было там и там сэкономить и там срезать и вообще все да ну в общем ну мы отметили до что пешком ходить не можно кидать гранату нужно сразу и пешком надо ходить как можно меньше трюф на 900 побыстрее почти на секунду отрыв у нас которых а это как контрольская крыша короче не у него там какая-то связь с точки я узнавал хорошо как пируф это виток пируф завернул нормально скорость сохранил водоплазма у него не очень получилось и рокеты тоже но все-таки взлетел нам получилось в среднем очень даже ничего ульма ульвар точнее 17 баллой на 400 перебил тоже молодец долго угол выцеливал на себя посмотри не но у меня правильный угол был какой-то там ну для него вот этот правильный так хорошая граната завернул хорошо она в стенку все равно потерял но это нормально и ракеты финиш тоже очень хороший он даже от радости пошел дальше прыгать пашка на 400 ровно ну питерские тушат на смотри надо стрелку забить московские тагеры против питерских двух ракет очень крутых залетел с поворотами счеток да вот на фазмом вот носу плавно и здесь еще пешочком ходил тоже блин в целом очень круто старт мне прямо очень понравился даже можно почти нон-стопом это даже быстрее чем просто залетать делать пару шагов и выстреливать это же быстрее намного так хулиган хорошо вы на 200 16 6 я вот смотрю на те рынки думаю блин где этот три секунды снял вроде быстро пройдено ну таких вот и на таких артах фрейма вручных всегда везде по чуть-чуть по идее некоторые дэнки в принципе неплохо пройдено почти без ошибок без всего но все-таки медленно на балка но это раша хер с распрыжкой а я же с густом делала пока буст никто не сделал еще начали я уверен то что овчаркин был взрослым проходил 65 тоже очень хорошо прошел еще пошел у него там еще он себе намапил еще выше карту типа поднялся на вверх спускаешься вниз 2x потом еще на выше залетаешься на сенат абсолютно фрейм в фрейм сделал очень крутой 16 592 у меня кончается кофе так хороший угол не за скляжа развернул раздел ты видел нет при выходе стопа по моему гриф приходит него сделал разворот на до 30 или это не показалось тебе показалось а это он налево и вперед да это показалось что он просто 80 механик эстония мы все пойдем хорошо должен и финиш можно побыстрее конечно вот эти ракеты в целом очень альмира видишь даже поздно шли 3 ну не уверен то что повыше кто-то у нас при за оригинальный захотел в цепляем я смотрю густ над стены задом по щеным стопом а вы финиш такой же не очень но я еще раз посмотрю в таймскель и точно убежать что это был если кого не получился при за оригинальность нет нам да там был маленький даже маленький если был а потом она затормозила ползу начала прыгать на секунду окей так народ ждем будет и пока будем чуть обсуждать я завиду на сайт посмотрю кстати интересно все таки на какое кто какое место занял закрыто все я на дымке сената начихал просто очень многие сопли или копейки пришлось сходить высморк ну альмира короче пока что ты главный кандидат на 3 за оригинальность спиной делать тамбу спиной где можно от пола это надо быть очень оригинальным и не очень умным прошу заведите от пола делать эффективнее да она теперь кстати выше на два места него вот вижу цепи больше старалась плюс буст еще буст мы густо это ну достойно уважения космобайкер немножко совсем перебил альмиру как тебе не стыдно мог бы мог бы и похуже прислать у нас шика к этот самом деле 12 2 она дымка ну прошел еще в конце крутился я хотел у меня нормально я сейчас смотрю дымки они же у меня этим пройдено при номером буквально чуть-чуть и тридцать я проверю у ну ладно не буду проверять я просто возможно кого-то неправильно буду называть потому что я поправлюсь что ну потому что я все нынки только чтобы переименовывал соответствие того кто там df name них в них внутри надеюсь что везде все правильно так следующий а ноун анонович 16-0 перебил космобайкера с густа делал на повороте потерял время немножко конечно летел неплохо да вот начинаются уже достаточно быстрые такие прям активные нон-стоп дымки но полимеры кстати и финиш если бы финиш сделала нормальный очень круто получилось ну что она прямо нон-стопом это все пропрыгнуло это очень быстро и бишь кипиш с названной из челябы жесткий парень его нельзя критиковать вот нельзя он приедет иначе и мы повидаемся они многие наискосок почему-то вперед прыгали налево а потому что многие зацепляли козырек и у них не получалось и не зацеплять 16 но на это время тратится звали с узбекстан вы как валенс переводится я не помню угол так себе можно было получше с двух ракет запрыгнул неплохо гранат исполнено нормально поворот на повороте воткнулся в стенку потерял 300 по моему финиш реально как валенс переводится ты переводишь удача переводчик обе насилие жестокость насилие жестокость до силы войска не из узбеки душа дед на соточку перевел то есть это означает что всем кто выше им как бы не очень хорошо быстро будет хороший угол кстати и поэтому молодцом дед молодцы уже в относится стенка при повороте нужно в таких местах где после поворота как бы начинается плазма нужно более пологов запрыгивать на стенку если по 90 градусов ты втыкаешься в нее тратишь кучу скорости и потом еле-еле плазмешь по стене нужно был сильнее заворачивать чтобы больше горизонтальной скорости было при запрыгивании на стенку он на эфире упрошу вы слушайте вы записываете все что мы говорим обуз не скажем что почему ноги лишний прыжок делали я не понимаю и знаю вот это кстати блин это нормальные уроки ты ракеты получились там и плазма хорошая и фил кроссовчик ну ракеты можно было получше финальные но в целом очень даже хорошо в ему 15-7 на сотку перевел play . залетел опять прыжок стрек ракет запрыгивал наверх гранат сделал сразу очень хорошо я словил на 750 неплохо завернул а вас потом потерял скорость немного обугал но ну и ракеты можно было немножко получше но в целом целом очень даже хорошо ну вот все уже пошли пошли вот эти демки наконец я пытаюсь нормально прочитая просто мне интересно переводится ли она как-нибудь это с греческого лолипопа то я понимаю это типа сосалка конфет сосалка дневный какой-то обзор 20 неделя варкапа вот видите человек играет 20 неделю видите он как жестко жесткий душит всех ты как переводится никак но полиниус есть полониус полоний может он химик мы в этом есть еще плениус это при ней какой-то это химический элемент ну а на 2 это тогда да давай следующее лил ой на сотку перебил он откуда вообще стране описание это шмыга он из бухарии мне кажется две ракеты быстрее чем 3 если хорошо ставить особенно если ты делаешь как пашка очень классный план получилась нового пугал там потерял скорость к сожалению и финиш тоже очень быстро 15 5 москаль на секу почти перебил play он бэк 15-4 ух ты нифига себе потом потратил но не потерял скорость об этом и финиш у него так себя дальней стены последний когда уволим москаль чуть-чуть а это не да давай пока лунтик лунтик перевел маскаля москаль грустит москаль будем тебя буст какой у него москаль будет грустить если мы лунтика вместо москаля возьмем так тоже хорошо завернул плюс 100 от москаля просто лунтик начинает расти лутим очень долго сидел на низах и теперь да он начал наконец стараться лучше у него все получилось и врок немножко перевел лунтиком беларусь утверждает чем громкий такой беларусь залет быстро и в свой порт немножко но совсем потерял и и потерял скорость и дальние стенки почему они все отдали стенки стреляют от ближней быстрее будет лететь ближе ашанзи раша шанзи или ашанзи ашанзи по-моему это 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 часть его имя интересно а нет ну вряд ли мне магазин ашан напомнил ашанзи 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 что ты за человек такой ты людям жизнь не ломаешь типа пус свинил с бафометом ну что бархомет его прочитали сервис негодует что он не сервис больше ашанзи теперь я его буду ашаном назвать потому что у тебя ассоциация с ашаном ты ломаешь в этом жизни просто стринге это стринге да или что ладно шарланд танк франция давай айплей на 500 быстрее тв телевидение какое-то ладно ну ты честный вид . вижу авто с заворотом запрыгнул с двух ракет коротко вот тоже смешно рвозь тоже получился но очень но google потерял скорость это минус и концовка нет той стенки там минус 300 200 про кипа повч видишь у него вот здесь типа россия москву написано кантри а там у него было написано я сам честно типа вот это еще подозрительно либо они опять прокололись либо я не знаю давай не знаю по сигналю нос чтобы он посмотрел тоже посмотришь ну как мы по движениям модельки плюс разные кстати разница в нем как в войне не лишь 46 окей следующий хухала раша давай плей плюс 2 фрейма да 2 да вроде 2 нет 2 сервер сервер 8 говорит математик какие-то формулы тоже потерял скорость и финиш дальние стенки а в целом все быстро ну тут и вот единственная получается у них у всех косяк примерно у них все это одинаково получается делают пока без буста и в конце теряют скорость об в угол стенки и делают роки под дальние стены тоже в общем не очень так бывает это наверно ли данка драма на 40 на 5 фреймов перебил у нас и пумент пиво мискалин сейчас я пояснил за это дело с двух ракет залетел гранату сразу с прыжка кибал очень круто словил на 800 и немножко потерял конечно было и там немножко от стены когда отрывался потерял и делал рокет зафейлил блин посолен до него там стенку немножко воткнулся 200 потерял да теперь внимание у них был батл москаля и черный джонг и они спорили на пиво по моему они вроде какого в москве как будто бы не уверен я но они что там зарубились я гордовать и батал вот на этом варкапе москаль не хотел дранкну у него никодранк если кратко он вроде как забыл но они в итоге согласились в общем вот они сыграли батл москаль ососнул тунца а дранк выиграл в пиво или там не знаю на что они спорили но судя по всему на пиво в общем очень круто поздравляю тебя дранк москаль я тебя не поздравлять вещью и лунтик перевел все все даже не пиши не пиши мне дашь и будь шестнадцать четырнадцати три из литвы твой берем хочу он вроде как тоже смотрит зори нифига себе увидел это не стандартно но медленнее ну обзор на франция получился у него буст трех ракет загадил , наверх в принципе плазма неплохая он почти не потерял скорости на финише чуть-чуть что я так сразу да нормально пил зону я все равно после того что гэшплей еще ждут так тоже с зажатым машинганом стрелял очень круто 1000 еще и сохранил и финиш и финиш очень быстро 40 0 все все пошла жира ну все это у нас уже пятое место по идее 4 м дж он же роде грубо говоря вернулся но он по сути не уходил пару варкап буквально вроде пропустил но в общем привет вы первая у нас демка сап 14 13 ракет мэн планы ой на ракете очень долго ходил зато дальше потом запрыгнул круто из густа хорошо получилось так вот если бы он не ходил так долго это был бы тайм он бы тебя может перебил привет ген ген аж чё почему ген аж а кто маппер смотрят маппер да ну возможно я не знаю зачем он написал привет ну привет привет ген аж ладно следующий пуз раша нету что-то знает ген аж среди нас бля по-любому он где-то играет он среди нас играет может быть вот этот драмку он что-то жестким ворвался такой сразу или или не набил шмыгает ну блин считаю ну где-то он среди нас ген аж привет кивер в этот секс для нас сегодня плюс топ-3 красавчик очень-очень круто поздравляем тебя пус 100 другой с другой стены проходил тоже пешком пойди долго ходил буст неплохой не финиш тоже неплохой да очень все быстро сделал красавчик я не знаю как я так вторыми сезон я разыгрался мне не очень долго enter 17 носу даже не на сотку насколько пуст тебя не добил на 50 лет и смотри если тебя лунтик вдруг переведет москве так бабуста 2 не очень получился просто но поглядит траектории на прошиве ракеты и гренка вдаль что словил вкус и сейчас ну да да вроде нормально типа блин где вы оказалось бы я сам не знаю где там по мелочи везде ну да ну такие фреймут ручной карты там реально везде по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и вот тебе целая секунда собралась 12 шашкин 12 6 да мне интересно где он там всего не нашел пожалуй да по надо бы 100 также очень быстро залез т.п. с одного раза сейчас под ножом сделал вау круто да он сделал основной в общем тайм у него в том что он сделал без лишнего прыжка сразу на плазмы сделал буст а я пока я не говорил да когда мы карту смотрели с места про это или говорите спазма я говорил про это а все так давайте перестать в кейли посмотрим не давай посмотрим демку бриктор который который стр невалидная но тем не менее она очень классная я бы дал за нее приз оригинальность если можно давать было невалидным демок закрался 8 до очень классный взял ракет нифига себе прикинь и под себя шкатом еще в общем да офигенный тр особенно сроки там наперед там еще с родины вообще офигенно в онлайне да в онлайне еще можно так сделать но это к сожалению не онлайн это компетишен на них запрещены так ну что да давай в темске или посмотрим демки 3 1488 псков я сделал там скил 05 сколько номер паса уже сделал в утре и утре 14 вы 16 6 давай разберем прямо вот частично полностью частичный угол очень хороший сразу прилетел на ракету сразу белый по биджам пакеты самые четкие граната с прыжка сразу почти кинул гранату но здесь вот тоже вот эти фреймы когда кидаешь гранату чуть позже чуть раньше и по внутренней стене он очень много здесь скорости сохранил он там спиной немножко ударился в заднюю стенку и стена его откинула прям на рокет да и кажется у него часто было когда он перелетал курорт типа наверно не знаю ну и давай последнюю демку савчаркина смотреть так 12 и 6 двух бустов лично взлетел наверх даже проплазмил немножко правда как как так получилось что он стрелял ракетой нам назад и залетел нормально на этот уголок я не знаю там очень высоко высоко на уголок находится сразу буст еще и сложно джампом сделал соски мил странный финиш там чуть полно загонуло думаешь не ты давайте я вам покажу браузер точнее наш сайт который скоро станет фру шо у нас тут есть в общем вот у нас overall здесь вы можете скачать дэнки все как обычно можете репост на тебе вконтакте в твиттере обязательно всем этим занимайтесь нам будет приятно здесь же можно скачать не не валитные демки new brick там них их у них его было целых 2 13 8 14 14 без под себя шкин на ракете 13 8 с под себя шкой по моему и общую таблицу мы можем с вами уже посмотреть так как второй раунд у нас прошел enter на первом месте у нас потому что овчаркин был грубо говоря дисквалифицирован с первого раунда поэтому он у нас в минусе хотя у них сейчас но у него будет на тысячу очков в общем-то меньше в любом случае на один раунд если он даже везде займет первые места это все равно выиграет все все куплю если я не справишься нормально тут еще сколько народа он на кипут меня догоняет и венджер птицу куча народа я могу взять и не прислать дэнку и все зачем потом вы кутри меня может танкет обогнать и кто-то еще народа пока вы кутри у нас тоже пока что enter 1 и точно также гопер вот мне прислал на второй раунд ракет на 1 не прислал это не прислал на первый и иван 1488 тоже не прислал на первый раунд поэтому стронгист тоже не прислал на первый раунд но я думаю мало ли вдруг включится будет очень приятно посмотреть его обозревать эти дымки в общем такие вот у вернул результаты на этом верные все есть что-то тебе добавить нет присылайте дымки все такое как обычно говорят прислать дымки до следующего и про следующий раз больше не говорить на следующий раунд у нас карта dfc 4 4 номера но в этом году в 2007 потом по-моему с 2008 начали года доставить год именно и подмитает инфоцит 1008 или но 2008 вот мабир очень классно 7 си тока очень крутой крут крутых много у него карт очень техничный и классный стрейк обязательно всем советую поиграть ну и все играйте отсылайте дымки и будем ждать встретимся с вами через недельку и приходите на стримы обязательно это все ну в общем то все наверное да всем удачи всем спокойного значила чего-нибудь спокойных рекордов до старайтесь лучше